итак продолжим и теперь я хотел продолжить написание структуры переменных делать я это буду как всегда с помощью набросочков наброски для переменных у меня есть особый тип класса особый класс который мы создадим создать модуль который будет у нас нажимать называться вот так но он очень простой здесь количество переменных самые переменные сами переменные в двухмерном массиве количества этих самых переменных функция чтение переменные записи переменного запись осуществляется если ее нету то она создается есть переменная проверяет наличие переменной через обычные переборы в общем то здесь ничего сложного нет вот такой маленький модуль сохранить мы сохранили переменные с этим с этой структуры мы тоже закончили и рассмотрим вернемся обратно нашему запросу последняя структура которую мы будем обсуждать это структура потоки массив с потоками точно так же через набросочки я вам объясню это я создаю модуль юнит потокс объясню как он работает значит мы создаем создать модуль соответственно берем название модуля копируем сохранить как но тут уже наша система сама имя дописала но у нас количество максимального потоков 1 за один раз обрабатываемых это 1000 вы можете изменить это значение это длина конвейера для обработки поток значит в данном случае у нас идет обработка потока следующим образом dp мы вернемся к этой функции чуть позже пока она нам не нужна нас интересует поиск потока поиск потока осуществляется по сессии то есть у нас как мы прошлый раз рассматривали у нас есть в этой в потоке сессия значение переменной в сессии которые значение которые присваиваются совершенно естественно где же она у нас присваивается значение этой переменной в процессе чтения точно вспомнил импорт после того как мы осуществили чтение всех данных мы читаем под дело том что сессия записывается в переменную а здесь сессии используется не как переменную чтобы она очень часто будет использовать поэтому и сделали как отдельные перемены переписываем туда ее значение поток это для поиска потока в массиве потоков идет обыкновенное сравнение обратите внимание что сессия не равна пустой строке я это сделал чтобы не было никаких казусов кроме того что хотелось бы еще сказать по сессии мы можем искать поток можем искать поток по айди когда создается поток но у меня нет нумерации поэтому принципе по айди нам наверно не потребуется скорее всего но это неважно потом можно рассмотреть функция вспомнить первую очередь проверяет если коки сессия если он есть то мы находим поток вот наш найденный поток мы доначали переменную по его если потока с такой сессии нет результат будет 0 если результат 0 то мы и это создаем номер потоку но мы не создаем сам поток потому что он создается в той функции вот он где создается немножко запутанно но можно разобраться придаем номер 1 генерируем сессию и добавляем наш новый поток если значит поток уже есть такой существует мы все равно его добавляем он все равно создан и добавляется здесь мы переносим те переменные из предыдущего запроса который мы нашли вот отсюда ну какие вам нужны перемены качпа или еще что-либо но вот здесь вот есть две но у нас в нашей программе это не используется поэтому соответственно мы не переносим язык шрифт у нас тоже не переносится ну вот код код значение переменной кода тоже у нас качпа не реализовано мы просто получается просто добавляем поток новый поток если с такой сессии потоки есть уже причем самое интересное что в списке может быть много запросов с одной и той же сессии но процессе поиска мы ведем поиск сверху не снизу с первого с последнего чтобы не попасть на более старые запросы функция dd отдельно хотел бы рассмотреть здесь она просто добавляет новый поток если если значит как она добавляет если количество потоков меньше чем наш буфер с потоками массив с потоками максимальное количество просто увеличиваем на единицу и добавляем свободную ячейку наш поток если меньше то мы сдвигаем все потоки и вот мы освобождаем наш запрос который был тысячу запросов тысячу назад это делается вот здесь но вот в принципе ничего сложнее то но хотелось бы отметить что поток создается с самим модулем уже сразу автоматически в общем то все можно запускать наш сервер мы сейчас проверим не что ли ничего ли я не забыл мы уже знаем где расположены наши файлы которым будем выкидывать и вот мы компилируем совершенно естественно мы должны добавить подключить наши модули и нет поток что у нас еще функции те что файл она осуществляет да я в самом начале это уже там объяснял говорил о том что она читает файл она читать файл здесь вы можете написать просто функцию который читает файл вот из этой папки с этим именем но я использую кеш файл для того чтобы мы одни и те же файлы не читали поэтому я этот модуль сейчас вам объясню он очень маленький и он вы можете его доработать доделать как вам нужно создать модуль сохранить как сохранить и использовать будем данный модуль он работает тоже с помощью на переменных основан то есть читает файл а значение переменной будет уже содержимое файла файл то есть и р функция как вы понимаете преобразует файл в строку описана она в модуле юнит лип файл то есть и р читает просто файл в строку как прочитать файл строку и не знаю это нужно вам ну вот ну через обычный asigan файл rest для чего делать кеш файл в процессе выдачи файлов у вас может быть так что два-три запроса одновременно будут запрашивать один и тот же файл и когда вы их попытайтесь прочитать возможно возникнут какие-то ошибки я не уверен значит windows но прежде чем одна деталька мы проверяем налить файл если файла нет возвращается пустая строка то что ошибка тоже не возникает чтение до конца файла здесь в общем перевод строки 1310 ничего такого сложенного почему же так много вроде писанина здесь начаться вот объяснять приходится конечно достаточно долго модуль с константами библиотеку юнит лип модуль с потоками и вот наш проект собран кнопка запуска вернемся к ней еще раз повторяемся запускает наш сервер наши папки создан давайте запишем в эти папки какие-то файлы так это нам ну давайте вот как написать нету что нибудь какой-нибудь файл но давайте попробуем вот это возьмем картинку рассмотрим эту картинку вот такая картинка теперь мы ее поместим наш сервер в папку gpg название 3 и в папку html создадим html файл текстовый документ напишем допустим мы привет сохранить как назовем тоже один только html расширение сохранили это убираем давайте обратимся к нашему серверу и посмотрим что у нас получит будет наш веб-браузер и мы запустили наш браузер попробуем обратиться к какому-нибудь файлу 1.html и вот мы видим привет и теперь один . gpg соединение было сброшено рассмотрим наш пример в чем именно была ошибка дело в том что там не один а там три там по моему было написано 3 давайте проверим ну да вот и картинки тоже скачивается ну вот в общем то на этом пока основная часть описания работы в сервере закончена я буду делать дополнение совершенства не более понятные описания все исходники я выложу на сайте вы сможете их скачать снизу видео подпишу адрес пишите программы пишите на лазерусе удачки